обмен опытом обогатили свою молитву так ну вам легче потому что там московское время и больше сонливые уже просыпаются а у нас то которые до нас там они уже на работу вышли а которые здесь только редко кто приходит поэтому которые ваши еще у нас не были пускай они придут завтра еще побудем а то бог его знает то братья приходите в час те кто в час улицам по помолиться утренней молитвы с игнатием тихо чем брать и тем уже в 5 утра то не надо молиться утренней молитвы у них то тогда вот на вашу молитву не приходит а на нашу а то у нас 5 час ночи на час ночи да сейчас ночи и так же послушайте тут у нас проповедь читается но мы даже времена это нас не разделяют так вопросов нема а то то сейчас мы максим сказать михаил каримов читает подряд в лентой вопрос за вопросом вместо то проповеди то на на вопросы навалился вот сейчас бы связь я отвечал не знаю как а тогда в университете было ответственность была не то что тут несколько человек сидит это аудитория и там люди с разных организаций с кгб администрация края полиции еще только не было ну огромный даже актовый зал был там 750 человек а вопросы всякие политические не было у меня ни одного вопроса за 60 лет который бы я не стал отвечать стоп под ковыром с таким вот разные были но они дело в том что их сохранять я не думал ответил и все ушло от человек пришел один и говорит еще же вы так бросаете эти вопросы надо где-то закрепить но не записано в этапон или а дальше нету но и стали тогда уже перепечатывать и вот перепечатали это уже малая часть малая часть это 4 тысячи 124 вопроса это на 55 папок которые у нас на сайте открыты а до этого сколько было проповедей вопросов тысячи и все ушли ну конечно они не безвозвратно то перед богом они все равно станут в одних только поездах там сотни было проповедей вопросов в дороге в транспорте где только не было в метро в храмах близне их но как у меня голуби воркует слыша нет котов слышим маленько маленько они там внутри кто голубей не видел показать кому-то покажите покажите как видно нет видно видно хорошие ох какие это не маленькие голубя то уже выросли в комнате 2 вот так да еще на крыше голуби да еще потеряевки статья была большая в алтайской правде это губернская газета у злого человека голуби не живут все любая птица может жуланщики могут жить там попугайчики лев может жить медведь а голуби не живут у меня трехкратное доказательство что живут я участок их загнал они по здесь летают кошки в это время запираются две специально такая коматушка у них есть а потом этих расстилаю тут где что чтобы ничего не осталось покормили полетали вечером перед вечером уже чтобы мне в потемках их брать то есть то есть потемках слепые они видят два раза в день общаюсь с голубями вплотную ну вот вопросов нет тогда я ухожу помолитесь мне сегодня в одну организацию важную пенсионный фонд идти они там навалились на меня думаю что я раз староста то получаю за это деньги и поэтому прямо вплотную на пенсию навалились раз инвалид инвалид сказать пенсионер и работаю а кого работают ходить не могу за 30 лет староста я не получил ни рубля начале детского лагеря создал директор его 45 лет ни рубля никто не получал людям это трудно поверить вызвали в налоговую инспекцию и начали ну вы же православная ну да ну что свечки не ставите ставим ну значит продаете не продаем мы просто их сестры льют вот покупаем на пасеке опять другой кабинет ну не было такого уж сколько не крутили ну крестите людей ну вы же берете за это не берем и пишут уникальная община ничего не взяли с нас за 45 лет хочу брать то когда мы все уже отдали для господа бога и вот сегодня на эту тему там будет затеяли что я староста значит получаю вот сейчас готовлю документы что не получала не получаю и не хочу получать иначе за каждую проповедь а их тысячи где-то я должен требовать деньги смешно до упаду даже в голову такой прийти не может так вот тут и она у них такой понимаешь это трафарет никак не могут понять они то из кабинета в кабинет бегали бегали ну отпускать меня защита тоже навсегда потеряно ну ну хоть что-то вы я говорю нету ни рубля не ходит нигде от которой добровольно люди там опустят в коробочку а это нельзя за это на это налога нету это никак это добровольно я сегодня дали завтра нет чего брать ты никогда нигде у нас тарелкой по храму никогда никто не ходил ни одной вещи не продавалась у нас не рубля нет нигде и все святые здоровая но от а у меня пенсия минимальная почему дабы президенту хотел пожаловаться вы же мне не давали работать то то в тюрьму то психушку и что ну время то пришло и мне я работать я прорабом работал а когда уверовал мне же не дают работать я мог работать только сторожем во вневедомственной охране милиции того района где живу все полный контроль а сторож он получал то тогда 72 рубля 72 рубля это было стоимость была простого велосипеда у кирпич хлеба 16 копеек чтобы понятно было мне не давали работать вы меня обокрали пенсии у меня такая маленькая но первый работал на корабле государственная мятеж там был латвия отошла там что было все пропало нигде мне ничего нету стажут трудового набралось 135 лет то есть достаточно вполне но пенсия бомжа видишь как ну а вы же за это получали ну да свободные дни я печи делала налог то я вам не платил уже я по городам гонялся 40 лет печи по стране клал вот этими руками тепло загонял людям ну все вопросов нету вы как вы там скажите что именно ваша община темы отличается что нигде ни за что деньги не берут то есть они будут говорить ну что там вы как бы берете сказать нет именно у нас этим она и отличается на это все и стоит павел табачков доктор богословия этого а то напечатал местный журнал стерковный покров семинаристов что потеряевская и городская крестовозвиженская уникальные общины уникально они это признают у нас во первых денег нет нигде дальше я мирянин ну какой там щит это так так и фрейтор я имею возможность проповеди говорю при епископах и митрополитах этого нигде больше нету нигде во всем мире законы нельзя и ну да и не охота им меня господь вот благословил наградил во славу божию счета у меня такое прямо другой раз найдет на меня что как будто бы я поприще свое совершил ухожу совсем а утром встану опять обжился а то отца мертвого вижу то мать как я с ними там жил это говорят признаки того что они нас ждут там не знаю просто я не несуеверный но просто говорю а вот говорят и он насытился жизнью я не мог сказать этого я не насытился каждый день вчера новые люди пришли там у него там он называет проблемы проблемы там этот юноша она мать его может даже встретить она придет попросится молиться надежда власова и сыну не евгений 25 лет и такая ситуация смотришь как уже отжил все не так все там и кто-то так я ему вот сегодня еще встреча будет наставить истинный путь ну а остальное то первый раз и она боялась что он даже не пойдет на встречу но вышел а потом разговорился уже я уйти не могу евгений звать его такое видно что сильно хороший человек всего только 9 килограмм лишнего веса у него метр восемьдесят чем-то восемьдесят три я все разузнал у него в армии служил каких-то войсках таких важных ну не такой как бы сказать нерешительный или что-то или стеснительный и поэтому его там бортовали везде новые души приходят я сегодня гляжу антони считал вроде бы как хорошо читает он у нас вот николай кузьмин отличный чтец видите как я гляжу а тут считал может быть его даже нет и петр князь и что я у него не знаю с горлом какой он старательный как старался тоже видно прямо сил выбивается все равно считает какой народ то подобрался у нас я уж не говорю там чрезвычайные таланты он как екатерина можно и она мне опять стихотворение посвятила еретики но екатерина и главное я подумал сразу наверно муж считает роман написал и стердум и нет как бы не не обиделись а он гордана горит так он и есть он и считал так просчитал что самому страшно стало и эти кто на нас нападает а что еретики она показала все дела которые показывают что мы не еретики еретики не крестятся у еретиков бород то ни у кого нету она все заметила что и архиереи у нас служит и ну все ну прям молодец уже не первое стихотворение мне посвящает вопросов нет ухожу а и натипись